Ну что ты, Максимка, всё металл сдаёшь, да? Ваши новая, ребята, велика меня в ряду! Зато знания приобретут, которые сэкономят неудачу, чем масса денег. И Максим с утра придёт такой, ааа, у нас пару проблем, надо найти их решение, понимаешь? Сегодня в выпуске. Разберём ошибки макета В3. Посмотрим проделанную работу по проекту Город. И поговорим о дальнейших планах команды. Друзья, 10 дней макет провёл на улице. Под дождём, ночью, днём, на солнце. Первая ошибка, которую мы увидели, самый верхний подшипник был открыт, конечно же, он заржавел. Мы уже его закрыли. Подшипник закрыл, тем самым он всегда сухой и не подтвергается никаким природным явлениям. Поняли, что стоит немножко укрепить нижнюю часть, где закрепляются аэродинамические щиты. Над этим ещё стоит подумать. Эта проблема не решена. Сейчас будет решаться. Также вот таким вот образом мы защитили нижний подшипник, чтобы вода не попадала сюда. Здесь, где здание... Ну, как показывает тест на данный момент, ничего не изменилось. Здание плотно прилегает сюда. Здесь вроде сухо. Макет только с-под дождя. Таких уязвимых мест вроде больше не видно. У нас ось ротора, которая вращается с магнитами в генераторе, нижняя часть крепится к низу платформе, верхняя часть у нас крепится подшипником в верхней платформе. При этом две платформы удерживаются параллельно друг к другу с помощью вот этих вот акриловых стенок. И, в принципе, они поддаются небольшому смещению, потому что здание тяжёлое. Когда мы смещаем, у нас сам ротор, как видим, двигается. Двигается и тем самым сбивается. И если мы подвигали макет, начинает ротор, там, магниты задевать катушкой. И приходится его выравнивать. Поэтому принято решение усовершенствовать конструкцию и сделать генератор абсолютно независимым от платформы, чтобы он был в своём корпусе. Но это уже мы увидим, я думаю, в следующем макете. В целом, я очень довольный данным макетом, данным генератором. Он стоял на улице и приблизительно от 15 до 20 часов в сутки он вращался. И что мы не посмотрим, как он вращается, он светится. И местами он светился достаточно ярко и интересно. Текущая работа по проекту «Город». Сейчас идётся работа над последним четвёртым небоскрёбом. Дальше выпуск вы увидите все три. Также идёт работа по формированию всех необходимых материалов для создания большого макета. Друзья, сейчас мы видим, на мой взгляд, примерно 10% от будущего макета города. Вот. Хотел поговорить как раз-таки о планах. Разного рода деревья, трава, коврики для ландшафта. Очень много товаров нужно сформировать, заказать, что уже, в принципе, сделано. Сейчас мы ожидаем ещё более 40 посылок с Китая. И силикон, и пластик для залива, потому что нужно будет делать и отдельные рамки. В эти рамки будет заливаться пластик, и мы будем умножать некоторые детали, модели очень маленькие. Потому что не всё даже можно купить. А что и можно, какие-то даже мелочи, они могут стоить куда дороже, чем мы это можем сделать быстрее и дешевле сами. У вас сейчас есть возможность как раз-таки понять примерный масштаб будущего макета. И представьте, что это всего лишь три издания готовы, а у нас ещё будет четвёртые. То есть ещё будет всё это на большом столе, и это будет очень эффективный, интересный и познавательный макет. Друзья, а теперь новая рубрика лайфхак. Что делать, если швабра очень широкая и не помещается в шкаф? Небольшое отверстие решит данный вопрос. Кто досмотрел до этого момента, пишите слово «шкаф» в комментарии, и я буду знать, что вы тот самый человек, который смотрит наши выпуски до самого конца.